Добрый день, друзья! Программа «Час» с Еленой Гордон и я, ее ведущая. Шарль Азнавур из книги «Прошлое и будущее». Я родился на исходе путешествия по аду, там, где начинается рай, называемый эмиграцией. В жизни тех, кому, как и моим родителям удалось спастись от геноцида, было столько несчастья, что большинство из них избегало разговоров о своих предках. Если и упоминали о них, то так редко, что мне и моей сообщнице, сестре Аиде, удалось в течение жизни восстановить лишь отдельные фрагменты семейной истории. Не так уж много на самом деле. Посмотри, откуда мы пришли и где мы теперь. Из-за чрезмерной деликатности или, чтобы не ворошить слишком болезненные воспоминания, родители лишь изредка упоминали в разговоре историю сотен тысяч разбросанных по всему миру армян, тот долгий путь, начиная с бегства от ужасов геноцида и кончая приездом в страны, принявшие их. И только по обрывкам фраз, которыми ненароком обменивались люди, перенесшие одни и те же испытания, нам удалось составить отдаленное представление о массовом переселении армянского народа. Не подлежит сомнению лишь тот факт, что путешествовали они не в первом классе, не с чемоданами от витона, заполненными несколькими нужными вещами и кучей ненужных, и бескредитных карточек в бумажниках. И сейчас, когда я вижу кое-как упакованные скудные пожитки приезжающих со всего света иммигрантов, в которых все их богатство столь ценный для них и жалкий хлам, от которого с презрением отказался бы самый последний старьевщик, сердце мое разрывается. Я не виноват в их несчастьях, но все равно испытываю стыд и чувство вины. Мое первое появление перед публикой было чистой импровизацией. Никто не побуждал меня к этому. Родители, как и остальные армянские актеры, не могли подолгу оставаться вдали от сцены. Они даже создали некоторое подобие труппы, которая как могла исполняла армянские опереты. В дни спектаклей родители, не имевшие возможности нанять английских или шведских нянь, оставляли нас с Аидой за кулисами без присмотра. Однажды вечером, мне тогда было около трех лет, незадолго до начала спектакля я приоткрыл занавес и оказался на сцене, лицом к лицу с публикой. И тогда мне пришло в голову рассказать какое-нибудь стихотворение по-армянски. Услышав аплодисменты, артисты запаниковали, решив, что зрители недовольны ожиданием. Кто-то из знакомых пришел за кулисы и успокоил их. У публики появилось дополнительное развлечение, которое, слава богу, имеет немалый успех. Это было единственное в моей жизни публичное выступление со сцены на армянском языке. Тогда я впервые получил удовольствие от того, что мне аплодируют. Сейчас мне кажется, что в тот самый момент на сцене зала научных сообществ, выступая перед иммигрантской публикой, я подхватил вирус, от которого так и не сумел избавиться. Не знаю почему. Вдруг у меня возникла эта идея, но в один из дней 1933 года я, не предупредив родителей, решил взять в руки перо и предложить свои услуги месье Пьеру Омблю, главному руководителю театра Птимонт, дававшего детские спектакли по четвергам и праздничным дням. Добро пожаловать, орфографические ошибки. Но в конечном счете я не собирался поступать во французскую академию. Я с нетерпением дожидался ответа, который пришел довольно быстро и в котором было приглашение на прослушивание. Взяв одну из фортепьянных партитур, в большом количестве разбросанных по всему дому, и попросил маму сопровождать меня. На свете нет ничего более ужасного, чем детские прослушивания. Особенно это было страшно для моей мамы, которую неожиданно поставили перед фактом. Добравшись до места, она столкнулась со своеобразной фауной в лице болтливых мамаш, громкими и противными голосами, повествующих каждому, кто готов их слушать, да и тем, кто не готов тоже, о подаренности и талантах их отпрысков. Мама не знала, куда от них деться. Я же впервые в жизни испытал огромный страх перед выходом на сцену. Когда настала моя очередь, я дал пианисту свою партитуру, объяснил, что собираюсь сделать и, отстукивая такт ногой, задал нужный темп, без которого мой кавказский танец невозможно было исполнять. Тишина, вступление и, не глядя по сторонам, я принялся исполнять русский танец, как говорят во Франции. С чечеткой справился без особого труда. Закончив номер, услышал «Спасибо, оставьте свой адрес, вам напишут». И мы с мамой, опустив головы, пешком пошли домой, не надеясь на успех. Через две недели я получил напечатанное на машинке письмо, подписанное красными чернилами рукой самого мсье Юмбля, начинавшиеся словами «Дорогой маленький кавказец» и кончавшиеся уточнением даты моего первого появления на сцене и суммы гонорара. В доме начался настоящий аврал. Мне нужен был костюм, черкеска, украшенная патронтажем одежда казаков, посеребренный пояс, кинжал, висящий на боку изогнутый нож, оправленный псевдодрагоценными камнями и, конечно, мягкие сапоги на тонкой подошве, которые позволяют стоять на пальцах, словно ты босиком. Мама принялась за работу и начала шить костюм. Отец нашел в старом сундуке необходимые для выступления аксессуары. Вот таким образом в последний четверг перед Рождеством 1933 года я сделал свои первые танцевальные шаги на сцене старого трокадера. Если говорить о карьере, эта дата знаменует ее начало, поскольку тогда я впервые в жизни получил вознаграждение за работу. У нас были золотые родители, которые всегда доверяли нам и давали полную свободу действий. Артисты, полные творческой энергии, они, тем не менее, были очень внимательны к своим детям и всегда готовы помочь тем, кому жилось еще хуже. Сколько раз мы с Аидой спали, положив на пол матрасы, уступив своей кровати очередным друзьям семьи, переживающим тяжелый период или тем, кто прятался от гестаповцев во время оккупации. Мы безропотно соглашались на эти небольшие жертвы, они были частью нашей жизни. Мама обладала огромным чувством юмора, отец немалым безрассудством. Он был жизнерадостный человек и большой оптимист. Аида похожа на родителей. Я же, как мне кажется, более холоден, а может быть, более сдержан, не склонен к внешнему проявлению чувств. Порой даже спрашиваю себя, как это я мог заниматься делом, в котором каждый вечер нужно, образно говоря, обнажаться перед публикой. Аида часто спрашивала меня утром, кем ты сегодня проснулся? Шарлем или Азнавуром? Мои успехи не вызывали бурного восторга у членов нашей семьи. Это никогда не обсуждалось. Мною без сомнения гордились. Но на этом все заканчивалось. Возможно, как раз это и помогло мне избежать звездной болезни. Впоследствии ко мне стали также относиться жена Улла и дети. Поэтому я порой говорю им с наигранной обидой, ой-ой-ой, скажите на милость, да знаете ли вы, что имеете дело с мировой знаменитостью? Каждый раз эти слова вызывают у моих близких безумный приступ смеха, а я радуюсь, что сумел их развеселить. Пока мы с Аидой жили с родителями, довольно часто случалось, что отец после веселой вечеринки, сопровождавшийся немалыми возлияниями, возвращался домой почти под утро. Но шел нетрусливо, крадясь на цыпочках, чтобы никто не услышал. Отнюдь. Он производил достаточно шума, чтобы разбудить все семейство. Возвращался с партитурами песен, которые купил у какого-нибудь музыканта из заведения, где провел бурную ночь. Мы просыпались. Аида садилась за пианино, пытаясь разобрать мелодию, что так понравилось отцу. И все вместе пели. А на следующий день? Здравствуй, школа! Прямо скажем, вид у нас был не очень отдохнувший. Мы засыпали, сидя на школьных скамьях. Зато как гордились тем, что наша семья не похожа ни на одну из тех, где мы бывали. Люди думали, бедные дети, какое будущее их ожидает? По-моему, все сложилось не так уж плохо. Разве нет? Отец, который по натуре был транжирой, все же обладал достаточной проницательностью, чтобы отдать бразды правления расходами маме, более экономной, более ответственной, всегда умевшей отложить что-то на черный день. Мы как-то сводили концы с концами. Мама утверждала, что занимает недостающую сумму у очередной подруги. Эта милая женщина вроде бы одалживала ей деньги, но, как утверждала мама, требовала, чтобы ей вернули всю сумму к определенной дате. Этой подруги на самом деле никогда не было. Ее роль исполнял большой чемодан, заполненный лоскутами и одеждой, ключи от которого были только у мамы. Если честно, никто не верил в эту байку, и я думаю, мама об этом догадывалась. Вот почему даже детьми мы с Аидой делали все возможное, чтобы помочь родителям. Как и все члены семей перемещенных лиц, занимались одним и тем же. Уборкой, мытьем посуду, выносом мусора. Раз в неделю приводили в порядок паркет. Надев на ноги металлический скребок, яростно терли его, а затем подметали и натирали. Горе тому, кто осмеливался проникнуть в дом в грязных ботинках прежде, чем шедевру нашего творчества успеет высохнуть. Пока Аида чистила овощи, я надевал роликовые коньки и мчался через два квартала за продуктами на рынок на улице Бюсси. В те времена это был самый дешевый рынок Парижа. Там можно было купить 13 яиц по цене 12. Одно яйцо бесплатно, и за бензин платить не надо. Сколько преимуществ? Я не из тех, кто хранит все подряд. Оставляю только письма близких друзей и тех, кто был мне дорог. Несмотря на это, в стенных шкафах и ящиках скопились тонны бесполезных вещей, и в частности телеграммы, полученные по случаю моих первых парижских выступлений. Это было до появления факса, который не вызывает в моей душе подобных эмоций. На днях в очередной раз, решив наконец избавиться от всего ненужного, я откопал впечатляющее количество таких телеграмм. Я уже начал было пропускать их через измельчитель бумаги, но вдруг мой взгляд упал на то, что Эдит Пиаф прислала из Соединенных Штатов, где выступала в мюзик-холле Версаль на 50-й улице в восточной части Нью-Йорка. Телеграмма была послана по поводу моего первого выступления в мюзик-холле Альгамбра, после которого я либо становился известным артистом, либо должен был признать, что зря упорствовал и что правы были средства информации, которые постоянными мешали меня с грязью. На голубой бумаге цвета пачки сигарет Галуаз с тремя белыми лентами наискосок выделялись несколько слов, напечатанные черным шрифтом «Уверена в твоем успехе!» «ЗПТ» «Сожалею, что далеко!» «ЗПТ» «Крепко обнимаю!» «ТЧК» и подпись «Эдит» Я долго медлил, прежде чем отправить эту телеграмму в измельчитель воспоминаний, а потом сказал себе, что чтобы оживить те воспоминания, совсем не нужен какой-то клочок бумаги. Эдит и без него всегда будет жить в моем сердце. Неподражаема. Она была неподражаема. У этой мадмуазель-противоречия сердце было огромное, как гибралтарский утес, а в характере сочетались черты дворовой девки и святой Терезы. Она была настоящей женщиной. Если вы входили в ее круг, то тут уже не могли выйти из него. Она околдовывала вас. Она делала своим то, что вы сказали накануне, и, устремив на вас ясный взор своих прекрасных глаз, утверждала, что это была ее идея и, скорее, отдала бы себя на растерзание, чем признала, что это не так. Поверив то, во что она решила верить, Эдит – это очаровательная торнадо, этот гений добра и зла, это скопище достоинств и недостатков, всеми силами своего маленького тела отстаивала свою правоту. До конца ее дней между нами была дружба, граничащая с влюбленностью, было братское взаимопонимание, но никогда не было постели. Я вошел в ее странное окружение однажды вечером 1946 года, и с этого момента изменилась вся моя жизнь. Как ручейки вливаются в реки, я с открытым сердцем бросился в этот бурный и влекущий поток, который не мог не взволновать молодого человека, никогда прежде не встречавшегося с личностью такого масштаба. Шарль Азнавур из книги «Прошлое и будущее». И вот мы отбыли в Америке. Так, наверное, будет правильнее сказать. Мы ничуть не сомневались, что нас с распростертыми объятиями ждут Бродвей, джаз, мюзиклы – все те места, которые мы знали только по американским фильмам, и чем черт не шутит, может даже сам Голливуд. Как бы не так, Шарль, по правде сказать, мы были молоды и беззаботны, если не сказать неразумны. Я произвел небольшие подсчеты в уме. Родители приехали во Францию, чтобы оттуда отплыть в Америку в сентябре 1923 года. Сейчас же был сентябрь 1948 года. То есть я отбывал на эту землю, обетованную, 25 годами позже, почти день в день. И уже не как эмигрант, а как турист. И не в трюме какого-нибудь жалкого и ветхого суденышка, а на самолете, извините, подвиньтесь, к тому же не совсем наугад, поскольку мы рассчитывали, что по приезде остановимся у Эдит. Но была одна проблема. На что будет жить моя семья, пока я устроюсь на работу и не смогу отсылать им деньги? Отец собирался арендовать небольшой ларек на одном из блошиных рынков Сент-Уэнна. Сказано, сделано. Мы выбрали рынок Малик. С этого дня отец стал наведываться в аукционный зал улицы Дро, где по дешевке приобретал бесконечное количество странных предметов, продаваемых корзинами. Чего там только не было. Посуда, постельное белье, лампы. Не знаю, что еще. Да все, что угодно. Сделав покупки, он брал в наем тележку и, нагруженный как мул, задыхаясь и потея, усталый, но полной решимости, тащил ее с улицы Друо на блошиный рынок. Эту чертову тележку, забитую доверху. Надо было тянуть за собой, поднимаясь на манмартр, а затем, спускаясь с него, тормозить изо всех сил. Я помогал как мог, подталкивая ее сзади. Думая о том, что отныне ему придется таскать тележку самому, я очень переживал. Но чего только не делали наши родители, чтобы прокормить семью и поднять детей. Наступив на горло собственной гордости, они меняли сцену на улицу, успех на тяготы повседневной жизни, пряча в глубине сердца и своей нищенской жизни надежды и мечты молодости, прошедшей в стране, на языке которой они говорили. В стране, где у них были соседи, родственники и друзья, ныне умершие или разбросанные по всему свету, из которой было связано столько грустных и радостных воспоминаний. Образ отца с его тележкой до сих пор стоит у меня перед глазами, и каждый раз, мысленно возвращаясь к нему, я испытываю боль. Но отец тащил свою тележку так, словно это было что-то совершенно естественное, и я бы даже сказал, делал это с воодушевлением. Он был уверен, что мы пробьемся, и мы пробились. Я поехал за билетами, но оказалось, что все билеты на прямые рейсы раскуплены. Нам предложили два до Амстердама, где, как нас уверяли, можно было найти свободные места на самолеты компании KLM, таким образом продолжить это кругосветное путешествие. И мы отправились в Амстердам, надеясь сразу же пересесть на самолет до Нью-Йорка. Увы, мы попали в самый разгар празднований коронации королевы Юлианы. Все билеты раскоплены на много дней вперед. Авиакомпания поселила нас в городской гостинице. День-другой, и наши доллары потихоньку начали таять. Мы ежедневно ездили в аэропорт Шипхолл при доспехах и со всем багажом, в надежде наконец улететь. Пока суд додела, я предложил Рошу съездить во дворец, проведать его семью. Когда-то он уверял меня, что по материнской линии Шатион де Кулиньи является дальним, очень-очень дальним родственником голландской королевской семьи. Рош с невозмутимым видом возразил. Да что ты, разве можно в такой день? И действительно, кругом царило всеобщее ликование. Казалось, жители всей Голландии договорились о встрече на улицах города. Должно быть, у меня одного среди этого моря радости была мрачная рожа. Наконец, нам нашли два билета до Америки, и через 14 часов полета с посадкой в Гандаре я, наконец, увидел в иллюминаторе статую свободы. И, подобно растиньяку, не удержался от торжественного возгласа. Америка принадлежит нам троим. На пункте иммиграционного контроля на нас посмотрели с недоверием. Эти французы просто сумасшедшие. Время хиппи еще не наступило. Молодежь путешествовала не так много, как годы спустя. Что это за чудаковатые молодчики, отправившиеся в Америку без денег? И самое странное, без визы и обратного билета. Мы просто-напросто забыли, что для посещения страны нужны либо виза, либо контракт на работу. Поэтому у нас не было ни того, ни другого. Стояли перед чиновниками аэропорта, совершенно не понимая, чего они от нас хотят. Я сказал Пьеру, ты, который учил английский в колледже, скажи хотя бы ты, о чем они толкают? Пьер со свойственной ему флегматичностью возразил. Они говорят не на английском, а на американском. Мы этого не проходили. Я даже не предполагал, что есть какая-то разница. Наконец, нам нашли переводчицу. Разве вы не знали, что для въезда в США нужна виза? Если бы знали, то предприняли бы необходимые шаги. У вас есть обратные билеты? Нет. Зачем вы приехали? Встретиться с Эдит Пиаф. Похоже, ей не было знакомо имя Эдит, приехавший в Америку недавно. Где она? В Нью-Йорке. Нью-Йорк большой. У нее есть адрес? Не знаем, но ее импресарио зовут месье Фишер. В телефонном справочнике Фишеров были десятки. Переводчица, принадлежавшая к таможенному начальству аэропорта, сделала все возможное, чтобы помочь нам. Наконец, она нашла нужного Фишера, который сообщил, что мадам Пиаф в настоящее время выступает в Канаде и ничем не может нам помочь до своего возвращения. Несколько часов мы болтались в зоне таможенного контроля. Никому не было до нас дела. И вот, наконец, какой-то колосс в черной униформе сделал знак следовать за ним и попросил сесть в длинный темный лимузин, напоминавший похоронный катафалк. На какой-то миг нам показалось, что нас решили принять как VIP-персон. Как бы не так. Едва сев машину, я увидел, что изнутри на дверцах нет ручек. Нас, как в каком-нибудь гангтерском фильме, схватили, замуровали, поместили под стражу. Через добрые полчаса пути машина въехала на парон, в то время как мы с тоской созерцали светящиеся вдали огни Нью-Йорка. Перед нами возвышалась статуя свободы. Мы проплыли мимо нее и прибыли на Элис-Айланд, остров, на который загоняли людей, незаконно прибывших в страну со всех концов света. Нас отвели в длинное помещение, где спало человек сорок, и указали на две железные кровати. Мы тут же уснули, несмотря на звучный храп товарищей по заключению, доносившийся со всех сторон. Проснувшись, я оказался в самой настоящей Вавилонской башне. Здесь говорили на всех существующих языках, не считая таких, как английский, идиш, польский, итальянский и греческий. Некоторые жили там уже несколько месяцев и начали привыкать к своему новому положению, предпочитая, если это необходимо, бесконечно долго ждать разрешения на проживание в США, лишь бы не возвращаться в свою страну, к прежней нищете. Никаких камер, только чистые, ровно стоящие кровати, душевые комнаты, здоровая и обильная еда, за которой выстраивались гуськом с подносами в руках, и равнодушные, но совершенно не агрессивные надзиратели. Золотное дно, ей-богу! Целыми днями мы с Пьером били баклуши, пока он не обнаружил в каком-то углу закрытая на ключ старая пианино. Мы спросили, нельзя ли им воспользоваться, и, естественно, с этим не возникло никаких проблем. Едва был снят чехол, из инструмента стройными рядами вышли полчища тараканов. Пьер начал играть, мы с ним запели. Понемногу стали собираться зрители. Некоторые из них, те, что были из Европы, пытались говорить с нами по-французски. На третий день нас вызвали, и на таком же лимузине доставили в Нью-Йорк к судье, которому помогала переводчица. Здесь все повторилось слово в слово. Зачем вы приехали? Намеревались ли покушаться на жизнь президента? Можно подумать, возникне у меня такое желание, я как дурак сообщил бы им об этом. Принадлежите ли вы какой-нибудь политической партии? Какова ваша профессия? Мы пишем песни. В те времена Пьер Гримбла пригласил нас, Пьера, меня и молодого неизвестного комика, откликавшегося на фамилию Бурувиль, исполнять песни в радиопередачах, которые сам выпускал. Мы с Гримбла «Развлечение ради» перевели несколько песен из американской музыкальной комедии «Финенс Рейнбоу», очень популярной тогда в Нью-Йорке. Судья попросил меня напеть из нее несколько куплетов, что я и сделал с превеликим удовольствием. Почтенный муж с улыбкой на устах выдал нам разрешение на трехмесячное проживание с обязательством регулярно продлевать его до тех пор, пока не найдем работу. Опыт показал, что музыка смягчает не только нравы людей, но и сердца судей. Мы вернулись на Элис-Айланд, забрать чемоданы и покинули остров, сопровождаемые сердечными напутствиями и аплодисментами других узников. Такси, чьи амортизаторы уже давно отдали богу душу, высадило нас на Тайм-сквер вместе со всем нашим скарбом. Вау! Это выглядело даже лучше, чем в кино. Все сверкало, отовсюду доносился аромат карамели, как в луна-парке. В то утро все крупные заголовки и передовые статьи средств массовой информации были посвящены одному сенсационному событию – падению самолета, в котором летел Марсель Сердан, в то время как Эдит с нетерпением ждала его в Нью-Йорке. Я был в Монреале, когда узнал об этом. Понимая, что в такой ситуации ей нужна будет дружеская поддержка, попросил несколько дней перерыва и помчался в Нью-Йорк. В номере Эдит, где собралось все ее окружение, царила похоронная атмосфера. Она вот уже два дня не выходила из спальни, сидела там в полной темноте, ничего не ела и не пила. Оба дня Версаль не работал. На третий день Эдит вышла к нам, как сомнамбула. Она сама очень коротко остригла себе волосы и была похожа на Жанну Дуарк перед сожжением на костре. Бледная, но решительная, направилась к своему дирижеру и оркестровщику Роберу Шовиньи и потребовалось сделать аранжировку песни, которую собиралась исполнить в тот же вечер. Зал Версаля был переполнен, ни одного свободного места. Пришлось даже подставлять дополнительные стулья, которые мешали проходу официантов. Новость о гибели Марселя, великой любви Пиаф, была на первых страницах всех газет. Поэтому, кроме почитателей Пиаф, набежала толпа любопытных, которые до того момента ничего не слышали о воробушке с парижской мостовой, откликавшейся на забавное имя Пиаф. В зале царила странная, приглушенная атмосфера. Люди разговаривали почти шепотом, убавили свет, и воцарилась тревожная, трагическая тишина. Эдит была бледна, но вышла на сцену твердым шагом. Сначала исполнила несколько песен из обычного репертуара, затем оркестр сыграл короткое вступление, и над залом воспарил мощный, горячий и волнующий голос Эдит. «Даже если синее небо рухнет на нас, даже если расколется земля, что мне задело? Ведь ты меня любишь, на остальное наплевать». Это был гимн любви, большой любви, ушедшей, но вечно живой. Гимн, который она по умолчанию посвящала Марселю. Ее голос, идущий из глубины души, привел публику в оцепенение. Все персонал, зрители и даже те, кто ни слова не понимал по-французски, были потрясены. Женщины плакали, мужчины тоже. Когда она допела, установилась гробовая тишина. Казалось, что время остановилось, и вдруг зал в едином порыве встал и стоя аплодировал так громко и так долго, что эти аплодисменты, наверное, были слышны даже на Таймс-сквер. Они рукоплескали Эдит Пиаф, но и Сердану тоже. Не стоит этого отрицать. А мы, ее близкие друзья и поклонники, сидевшие в маленькой боковой ложе за прожекторами, все без исключения плакали. Шарль Азнавур из книги «Прошлое и будущее». Я никогда не был Дон Жуаном Казановой, коварным соблазнителем, и все же у меня были подруги сердца всех цветов кожи и вероисповеданий. Трижды женился, но, думаю, по-настоящему любил только четверых или пятерых женщин. Когда я говорю любил, то имею в виду такую любовь, о которой не забывают. Невозможно забыть ни имя, ни первую встречу, ни все пережитое вместе. Невозможно забыть и то, и того, что привело вас к разрыву через безрассудные поступки, ругань и удары из-под тяжка. Уверен, она не одобрит того, что я пишу о ней и о нас, поскольку очень не любит привлекать к себе внимание. Тем хуже, придется пойти на риск. Ведь не могу же я, описывая свою жизнь, ничего не сказать о женщине, которая вот уже 39 лет живет со мной бок о бок. Целых 39 лет вместе. И тем не менее, все эти годы ее не так часто можно было бы видеть рядом со мной. Во время моих премьер она просит усадить ее в таком месте, откуда можно незаметно скрыться в антракте или после спектакля, предпочитая неудобства тому, что ее могут увидеть. Она любит находиться в зале инкогнито и никогда не ходит на приемы, которые обычно устраивают после гала-концертов. Когда мы познакомились, наши друзья были уверены, что наш союз продержится от силы 2-3 месяца. И на самом деле, что хорошего могло найти это спокойное озеро в таком шумном и безалаберном человеке, как я? Никогда не спрашивал ее об этом. А что на самом деле мог я найти в женщине, столь далекой от моей профессии. И при этом ни одному из нас не пришлось идти на уступки. Мы приняли друг друга такими, какие есть, со всеми излишествами и недостатками. Например, Ула, в отличие от меня, любит долгие прогулки по лесам. Тем более, что она ходит, на мой взгляд, слишком быстро. Поэтому в таких упражнениях меня заменяют наши собаки. Я люблю выйти куда-нибудь вечером, а она, в отличие от меня, нет. И тогда ее заменяют наши дети. И вот уже 39 лет мы вместе. А может быть, всего 39? Я ее немного разбудил, она меня остепенила. Что же может быть лучше? Лет в 14-15 от одной мысли о том, что рано или поздно придется встретиться со смертью, у меня волосы вставали дыбом. Позже я был слишком поглощен развлечениями, девочками, погони за успехом. И эта мысль мало-помало отдалилась, возникая лишь в случае смерти кого-то из родственников или друзей. Но наступает возраст, когда ловишь себя на том, что осенью с умилением глядишь на листья деревьев, которые постепенно краснеют, желтеют, а затем опадают, уносимые порывами ветра. Вот в этом-то возрасте и начинаешь считать те немногие годы, что тебе отпущены для жизни. И тогда мысль о смерти становится спутницей твоих дней, а вернее ночей. Ты пытаешься представить себе все это, начинаешь задумываться о вещах, которые прежде не приходили тебе в голову. Независимо от того, верующие мы или нет, мы все сомневаемся. Прошлое все чаще приходит в наши воспоминания, и мы начинаем менять свои привычки. Мне понадобилось много лет, чтобы полюбить природу, заинтересоваться деревьями и цветами, хотя я всегда хотел жить за городом. И только теперь мне интересно узнать название каждого растения, каждого насекомого, каждой мелочи, которую рождает земля. Только теперь я стал жалеть, что не умею рисовать. Может быть, это все лишь попытка отсрочить неминуемый конец? А может, я вдруг стал понимать, что так и не успел познать истинной красоты? Мы вошли в третье тысячелетие. Если многие рады тому, что вышли из второго, то я сожалею о тысячелетии, которое только что подошло к концу и которое видело рождение важнейших открытий, величайших изобретений. Может быть, у меня украли лет 20, а я и не заметил, не заметил, что прошло это время. Когда я на сцене, мне кажется, что я моложе лет на 20-30. Ай-яй-яй, мои пальцы, которые становятся похожи на виноградные лозы, так же, как и глаза, которым вот уже 20 лет, как необходимы очки, напоминают о том, что не следует забываться. Итак, это мой день рождения. И как в каждый день рождения у меня спрашивают, что я ощущаю. Так вот, не ощущаю ничего особенного. Возможно, со мной не все в порядке. Большинство моих друзей впадают в некую депрессию всякий раз, когда им исполняется очередной десяток. Возможно, это связано с моим восточным происхождением. Жизнь есть жизнь, а смерть является ее частью. И с этим надо смириться. Сегодня у меня есть жена, дети, внуки. Я очень хочу жить и видеть, как они рождаются и растут. Но смерть больше не пугает меня. Она стала чем-то само собой разумеющимся, о чем я часто говорю и над чем даже подшучиваю. Ведь когда я бросаю взгляд на прожитые годы, вижу пройденный мой путь и оцениваю удачу, которая, несмотря ни на что, сопутствовала мне в жизни, то говорю себе, что чудеса существуют. И мысль о смерти утопает в улыбке. Почему я стал тем, что я есть? Уверен, что нужен был голос, который напомнил бы людям, что армянский народ еще существует, несмотря на все, что он пережил и вынес. И геноцид, и предательство восточных стран, пожертвовавших кровью целого народа ради нефти. И несоблюдение Женевского и других международных договоров, так называемое соблюдение государственных интересов. Порабощение маленькой обескровленной Армении Советским Союзом, землетрясения, проблемы Карабаха, блокада, навязанная Турцией. Я твердо убежден, что именно мой голос был избран для этого. Почему я, а не кто-то другой? На этот вопрос может ответить только Господь Бог.